Привет, друзья! Меня зовут Богдан, вы на канале Будни Дэй. И сегодня, наконец-то, выпуск нестандартный, не такой, как говорящая голова. Сегодня мы с моим подписчиком Шамилем, сегодня мы бомбим в Яндекс.Доставке. Узнаем сегодня, как здесь обстоят дела, сколько здесь зарабатывают, сколько здесь можно зарабатывать. И самое главное, ответим на все тонкие вопросы. Потому что Шамиль, например, он приехал на своей машине, он здесь работает на определенных условиях, не так, как все. Здесь очень много подводных камней, и вам будет сегодня интересно. Поэтому авансом поставьте нам лайк и продолжайте смотреть. Погнали! Итак, ребята, уже виден наш первый заказ, вернее, мы его уже забрали. И, в общем, за полчаса грязными мы получим 435 рублей. Комиссии нужно будет отдать отсюда где-то... Через 300 метров съезд после моста. Комиссии нужно будет отдать Яндексу и всяким прочим ребятам процентов 25. И, кстати, еще, Шамиль, скажи вообще вот два слова. Откуда ты приехал? Давно ли ты здесь? Почему на своей машине? И почему выбрал Яндекс.Доставку? Приехал я, ребята, привет всем. Приехал я из Казани полтора месяца где-то назад. Ищу я свою работу по основной специальности. Пока я занимаюсь поиском работы, я решил заняться дополнительно подработкой. Потому что я на своей машине, и мне удобно заниматься доставкой. Это более-менее такая работа, где... Не требуется, да? Никаких... Где, да, условий не так много, но зато всегда при деньгах. Всегда можешь в любой момент уйти, в нужный момент взять заказы и, как говорится, быть свободным. Найдешь основную работу, пожалуйста, можешь бросать, а можешь продолжать вечерами заниматься. Это удобный инструмент для Москвы. Подработка очень хорошая, удобная. А какая у тебя вообще основная работа? Чем ты вообще занимаешься или будешь заниматься? Или кто-то по специальности? По специальности я экономист, финансист. Ищу такую же работу для себя. Главный бухгалтер, главный экономист, начальник отдела, как говорится, все, что удобно и интересно будет, то и... Все, что связано, в общем, с деньгами, как их посчитать? Да. Да, Шамиль, конечно, было бы удобнее считать деньги свои, но это в приоритете, друзья. Пока есть возможность, будем считать хотя бы чужие. Главное, чтобы с этих чужих что-то было. Смотри, если, например, брать на своей машине в Москве сначала это удобно, это выгодно, и как вообще со своей машиной, не имея какого-то там жилья постоянного, ты сейчас с нами живешь в хостеле, как вообще своя машина сказывается на начальном этапе в Москве? Это плюс или минус? Это балласт? Или наоборот, это удобная штука? Здесь вопрос, все зависит от того, от личных желаний, как ты и какие у тебя личные цели есть, и что ты хочешь. Если ты просто хочешь по городу покататься, то это не совсем удобно. Если непосредственно машину используешь для бизнеса, для зарабатывания, это очень хороший инструмент, потому что Москва дает много возможностей, и можно на личной машине ездить в Москве. Никаких пробки, да, есть, они не мешают, они наоборот, даже помогают в какой-то момент, поэтому личная машина в городе, в Москве, удобный инструмент и удобный. Да, да, просто ты сказал, что помогает. На самом деле, ребята, пробки в Москве помогают в работе, потому что зачастую люди не хотят таскаться по пробкам, не хотят вот эту всю переживать суету. Например, сейчас окно засвечено, но я обязательно покажу, какие сейчас дела на дороге. Своя машина дает здесь удобство в том, что сначала можно быстро стартануть, поэтому, если у вас машина своя, и вы думаете, как я там с ней справлюсь. Если машина нормальная, она доедет до Москвы, она пригодна для каких-то работ, то, конечно же, ездите на своей машине прямо обязательно. На садовом кольце. Так, ну что, где стоим? Так, на садовом кольце стоим. Ну, пробка 5 баллов. У нас, видите, какой разный приоритет цветов. Это район Павелецкого вокзала. Ну, вот здесь, в принципе, так серьезненько по пробочкам. Но, опять же, пробки как плюс, так и минус. Мы вообще успеваем на наш заказ? В данный момент у нас заказ есть, время неограниченное. Поэтому... А, ну вообще классно. Мы едем спокойно, и как бы на нас это не влияет. Деньги потихонечку капают. Тут лишь только приоритет в том, как ты доедешь. Хочешь ты ехать в пробке 2 часа, хочешь ты полчаса едешь. И понятное дело, что полтора часа это твое личное время, за которое ты можешь заработать еще дополнительно. За которое ты можешь, как минимум, потратить его на себя. Вот, видите, нас опять нифига не видно. Но бывает и такой момент, знаешь, когда пробки, когда заказывают по времени, и пробка... То время, за время, в общем, люди платят, да, если ты стоишь в пробке. И если, например, время ограничено, там тебе даются, то это тоже плюс к сумме. То есть, чем заказ ограниченнее по времени, тем он стоит дороже. Это один момент. Второй момент. Когда пробка в Москве увеличивается, то увеличивается и ставка коэффициента. Да, да. Пробки... Соответственно, за эту пробку люди платят, платят тебе лично. Да, коэффициент это, чтобы вы понимали, это что, конкуренция или это сумма, или это умножение идет каких-то часов? Это увеличивается стоимость твоей поездки за рубль-километр. Ага, то есть, здесь оплата по-рублево идет, по рублям километр, да? Да, тут уже Яндекс сам рассчитывает, у него свои какие-то расчеты происходят, и он уже эту ставку увеличивает за счет пробок. Так, Шамиль, что там у нас происходит на навигаторе? Нам еще ехать 4 километра. Нам всего ехать 5,7 километров 15 минут. И мы прибудем на точку получения, точнее, в точку возврата товара, посылки в 16-20. Да, ну, то есть, точка, которая уже у нас идет фиксированная в нашем пути, точка B. Мы едем по пробочке, все, продолжаем ехать. Шамиль, скажи, сколько, вот как ты начал, вот сначала, как у тебя вообще бомбило? То есть, ты устроился, как у тебя там было? Ты сначала, там, день за тысячу катал, или у тебя, наоборот, может, стрельнуло как-то там? Вот, не поверите, ребят, когда я приехал, на Москву напал шквал снегопада. Да, да, да. Завалило Москву вообще ужасно сильно. И я не мог дома сидеть, потому что мне нужно было что-то уже оплачивать за хостел, питание надо было себе добыть. Ты рискнул. Я вышел, я вышел, вот самую пробку, десятибальную, я катался по Москве. И у меня за день пять тысяч рублей чистыми, за минусом всех комиссий выстрелило. Это за первый день, да? За первый день, да. Обалдеть. Вот, за второй день тоже самое, у меня такая же сумма была. Но как только более или менее снегопад прошел, как только Москва очистилась, вернулась. Все, москвичи начали побольше сами двигаться, побольше стали сами передвигаться, и им в услугах меньше стали нуждаться. Но я все равно зарабатывал в среднем три тысячи. Три тысячи в среднем у меня выходило в день. Это нормально, три тысячи? Я для себя поставил такой приоритет, что три тысячи это будет для меня минимально, и я его соблюдаю. Да, бывает, у меня максимум было семь тысяч, а минимум выходило и полторы тысячи. Но все зависит лично от тебя. Когда полторы тысячи, это настроение нету, катаешься всего пять часов, и не хочется дальше. Поэтому ты уходишь с линии, и уже дома сидишь, отдыхаешь. Все зависит только лично от человека, от водителя и от его желания. А есть разница в машине вообще, то есть в классе машины? Для доставки вообще разницы никакой нету, хоть на Запорожье езди. Лишь бы довез товар. Товар может быть любой, от продуктов до бумаги. Я возил различные. Возил для ноутбука шнуры питания, возил для животных, возил каких-то насекомых. Животных прям живых? Да, прям живых. А какой самый жесткий был заказ? Вот прям самый трэш ты никогда не забудешь. Были моменты? Да, были. Я несколько коробок вина с одного кафе в другое кафе. Но за это заплатили мне вообще копейки. Но столько было вина в моей машине там, да, это было. Я до сих пор не запомню. Это не забуду. Ну, то есть просто количественно. А может какого-то качества, может тебе там скунса пришлось там как-то перевозить. Что там? Такого вот никакого не было трэшака, да? Нет, такого не было. На удивление были разные. Ну, все простенько, да? Да. Без каких-то там курьезов. Но опять же, важен опыт, важно время. Ну, сколько? За полтора месяца ты же не прям каждый день работаешь. Не поверите, ребята, я выходил практически каждый день. Просто дома не хотелось сидеть. Хотелось побольше кататься, в Москву побольше узнать, посмотреть. Соответственно, и время это же твои же деньги личные. Конечно, если дома просиживаешь штаны, как говорится, между диваном и жопой доллар не закатится. А скажи по времени, как ты вообще работаешь, как ты начинаешь свой день в работе? То есть мы сегодня выехали во сколько? В три с копейками, да? Да. А обычно? Обычно я выхожу где-то с полодиннадцатого в одиннадцать, полдвенадцатого. Во сколько мне удобно, во сколько я утром и выхожу. А заканчиваешь? А заканчиваю, смотрю на как заказы. Если заказы идут, то я могу работать и до двенадцати. Сам максимум работал до часу ночи. А так в среднем до десяти, до одиннадцати. Все зависит от... А смотри, теперь расскажи по дням недели и по времени в течение дня, когда прилетают, ну вообще, то есть когда выгоднее работать. Например, там по выходным вечером или как вот в течение недели, какие дни удобные, вот такие удачные. И в течение дня, какие удачные часы? Удачные часы здесь все зависит от района Москвы. Районы очень большие, да, и нужно знать, куда передвигаться. Каждый водитель может для себя это определить. Кто хочет продукты, тот возле магазина, торговый центр Ашан может. Там всегда заказы будут. А, ну да. Но они будут копеечные. Если хочешь, чтобы были с коэффициентами, то это центр Москвы. В центре Москвы уже это утром, либо вечером, когда людям нужно... Либо на работу, либо с работы. Да, да. Что-то отправить, что-то перевести, документы, вещи какие-то, ноутбуки и так далее. Вот, и в центре удобно еще все кафешки. Все кафешки здесь, рестораны. Соответственно, люди не хотят дома готовить, уже обленились. И они заказывают из ресторанов все доставку. Вот это тоже удобный момент. Это все вечером происходит. По дням, по дням, по дням, неделям. Здесь суббота, это самый... У меня это суббота самый минимальный, потому что... Самый плохой, да, день? Да, потому что люди уже разъехались либо по дачам, либо дома сидят. Им ничего не нужно. И, соответственно, они мало заказывают. Самый лучший здесь раз на раз не приходится. Все будет зависеть от того... Да, ты можешь словить, когда жирный какой-нибудь заказ. Вот. А бывают весь день вроде мясистые, а кататься по мелочам. Да, поэтому тут... Как повезет тебе фортуна, как... А вообще, скажи вот, что побеждает? Количество, в основном количество или качество? То есть, ты весь день катаешься по, там, 200-300 рублей, или ты, там, 5 заказиков сделал по 500-600 и поехал домой? Что чаще бывает? Для доставки лучше всего удобно взять один заказ и дальний, там. И, как бы, ты его взял, и ты спокойно... Тебе никто не дергает, не мешает. И ты поехал. А вообще, вообще, если брать количество и качество, что чаще бывает? Чаще бывает... Количество, да? Качество. А, то есть, чаще попадаются большие заказы, чем такие маленькие, но много. Да, здесь же все, опять-таки, я, допустим, уже для себя понял, что я Ашан не хочу брать, потому что там количество, но цена маленькая. И Яндекс.Доставка, маленькие суммы, и они, их чаще. Но мне таскать эти сумки по 5-6-7, да, не очень-то кайфовно. Они уже собраны или тебе нужно бежать покупать? За них, чаевые, тебе никто не платит. Соответственно, мне лучше взять один жирный заказ и уехать куда-нибудь из Амката в Московской области и спокойно уже свой баланс пополнить, выполнить свой план. Тут надо понимать человеку, я, допустим, для себя расчет произвести в следующий порядок, чтобы один час минимум стоил... Рублей 500, да? Ну, да, чтобы он... Чтобы у него не меньше 200 рублей было. А-а-а. Не меньше 200 рублей было. Если взять минимальный заказ, который проехать надо за 20 минут, и тебе платят 300 рублей, это вообще жирный заказ на один час считается, там, да, перерасчет. Поэтому... Ну, как повезет. Все опять зависит от того, как повезет тебе. К сожалению, у доставки есть один минус. Мы зависим от процессов, которые нам диктует Яндекс.Доставка. И мы сидим, просто ждем. Мы не можем управлять своим временем. А ты не можешь... У тебя есть там выбор из заказов, как, например, в других сервисах? Бывает такое, что... Ага, ты можешь взять заказ дальний, а можешь взять заказ, который у тебя там под ногами, грубо говоря, и по месту. К сожалению, у Яндекс.Доставки такого функции выбора нет. Здесь, как он тебе скажет, туда надо ехать, так ты только имеешь право выбрать, взять или не взять этот заказ. А, то есть, по факту, да, выбор без выбора. Взял, не взял, да? Но если ты не возьмешь этот заказ, то Яндекс может... Коэффициент срежет тебе рейтинг, да? Да, да, он может там внутри у себя тебе меньше заказов перестать давать. Поймёт, что ты вредный такой, избирательный, и скажет, иди-ка ты со своим характером, да? Да, да, есть такой момент. Так, Смоленский пассаж. Это район Арбатская у нас. Мы везём ноутбук. Представляете? Да. Насчёт регистрации сразу скажу, что, по-моему, здесь, если кто-то хочет пожульничать, что здесь лучше этого не делать. Правильно? Так, я вообще не регистрировался в Москве. Не-не-не, понял, как не саму регистрацию, а я имею в виду внутри приложения. Внутри приложения, да, постоянно идёт контроль. Комменты, всякие там карточки, да, водителя. Да, постоянно идёт контроль, постоянно фото контроль идёт. Проверяйте регулярно Яндекс на машину, на фотоконтроль твоего фейса. Вот. И здесь жульничать вообще никак не получится. Если ты один раз жульничаешь, что тебя заблокируют, и всё, и ты больше не сможешь попасть. Правильно. Только под другим потом этим удостоверением кем-то. Да. А ещё, Шамиль, скажи такой момент. Вот, например, зарегистрировался, ты скачал это приложение, и куда тебе приходят деньги? На карту, на внутренний счёт, когда ты их снимать будешь, сколько тебе, куда они приходят. Вот как финансовый расчёт идёт с Яндексом у тебя? Есть два способа регистрации в Яндекс.Доставке. Первый – это самозанятым. И если ты самозанятым зарегистрировался, то тебе будут приходить на следующий день. В конвесе? На твой банковский счёт в конце, на следующий день, утром. Если ты не хочешь быть самозанятым, платить налоги, то ты можешь зарегистрироваться через компанию, которая таксует. Это называется партнёры. Они будут за тебя платить, они берут за тебя комиссию и платят налоги, но зато ты будешь получать сразу же, в любой момент, секунду. Заказ упал, пришёл, упал, пришёл, да? Заказ свой получил, деньги упали, сразу ты можешь снять. Понял. Ну всё, мы приехали. Всё, приехали, да? Что-то у нас новый Арбат. Мы сейчас, за сколько доехали? За 29 минут, да? За 29 минут мы в данный момент, будучи в центре, получим 425 рублей, минус комиссия будет потом. То есть где-то рублей сколько? Ну, 300 с копейками, да? Да. Много или мало это вообще, по факту? За полчаса это нормально. Учитывая то, что мы там не стояли в пробках, не мёрзли, ничего такого глобального. Это очень хорошо за полчаса, 300 рублей получить. Потому что Богдан счастливый. Ну что, один заказик мы выполнили. Первые 313 рублей у нас уже в кармане. Депо. О, в депо поехали. Так. А ты тут ещё, пока мы были не в сети, ты ещё сказал, что есть какая-то здесь история о том, что за вывод. То есть ты сейчас работаешь не как самозанятый, а через партнёра. Платишь 3% за все свои операции. Убираем фотографию. А, хорошо, да, всё, хорошо, хорошо, хорошо. Вот это контент, засняли. Попали мы на этот. Кто это там хоть? А, АМР, ну понятно. Какой-то правительственник, значит. Вот это да, да. Сейчас мы посмотрим, кто это был. АМР это правительственные номера, Госдума, все дела. А что ж они так прячутся? Кто там внутри? Так это слышишь, это он должен... А, АМР-143, это он должен убирать машину, правильно? Он же к нам попал в объектив. А не мы к нему, блин. Вот это да. Ну так, значит... Сейчас они погонятся. Да, сейчас они там будут. Ладно, Шамиль, продолжим. Значит, за вывод средств через партнера. Партнер за свои услуги берет 3% от общей моей выполненной работы. Но за вывод средств, я выводить средства я могу в любой момент и в любую секунду. Если у меня нет денег в кармане сейчас, но я уже заработал, я могу снять, прям вывезти. Ну да, на обед. На обед, на заправку там, да, и так далее. Но за вывод этих средств, там комиссия минимальная 30 рублей до 2000. А после 2000 бесплатно, да? А после 2000 нет, там какой-то свой процент идет. Пикс, да, какой-то? Да, поэтому я накапливаю к вечеру, могу накопить за 2 дня и вывезти средства уже. То есть там у тебя какой-то виртуальный счет у этого партнера, да? Да, да, он сразу видит мой ID, мой сразу фамилий, имя там, да, и все. На него зарегистрирована карточка моя банковская. У них, да? А как, что это за партнеры? Ты ищешь, где их искать, этих партнеров? Этих партнеров на самом деле очень много. Я их нашел через YouTube, я изучал эту тему и нашел одного... Как их зовут-то? Ну, блин, таксопарк или что? Ну, те, кто рассказывают про... А, ну, обзорщиков каких-то, да? Да, я наткнулся на одного обзорщика и где рассказывал про доставки. И он предлагал свои услуги, в том числе там регистрация бесплатная и прочее. Вот я через них, через одного из них и зарегистрировался. Ну, это хорошее условие или все-таки можно найти лучше? Или... Здесь тема... Нет такого, чтобы это было хорошо или плохо. Потому что, если ты через них регистрируешься, то у тебя условия в Яндекс.Заставке, там, минимальные. Если ты регистрируешься через самозанятого, то, соответственно, там условия более лучше. Ну, ты платишь свои налоги, сам ведешь свою бавалтерию. Тут нет такого, хорошо или плохо. Человек сам должен подумать и выбрать. Я имею в виду, знаешь как, исходя из рынка вот этих всех партнеров, есть ли лучшие варианты? Или ты выбрал такой, оптимальный? Я обращал внимание на несколько партнеров. В среднем комиссия у них у всех одинаковая, 3%. А в чем проблема тебе зарегистрироваться как самозанятый? На самом деле проблем никаких нет, я это сделал. Здесь есть следующие тонкости. Яндекс.Доставка, она... Еще одна функция, это курьер. Курьер это пеший. Но у нас не хотят люди ходить и пешим способом доставлять продукцию. Потому что это тяжело, это долго, это неохотно. Но Яндекс.Доставка, она этот курьер навешивает на водителей. А водители не хотят этим пользоваться, потому что нужно проехать 2 километра и за это ты получишь 100 рублей, например. Грубо говоря, вот этих всех ребят желтеньких с рюкзачками работу перекидывают на вас, чтобы вы ходили, забирали во всякие кафешки еду. Да, 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 да. И поэтому никто не хочет из водителей тратить свое время и силы на курьера. Но если ты регистрируешься самозанятым, то в самозанятых нет возможности отключить этого курьера. А, понял. А партнеры, у них есть способы, которые могут отключить эту функцию. Понял. В общем, подытожим, что удобнее работать через партнера, нежели быть самозанятым, это в том, что когда ты самозанятый, ты, грубо говоря, на крючке у всех условий Яндекса. А партнер, он выбивает условия у Яндекса, скажем так, лучшие для именно доставки на машине, доставки грузов, посылок. Но не вот этой вот всей мелкашке, которую могут доставлять и, блин, курьеры пешие. Правильно? Да, все верно. Вот это такой подыток маленький. И, то есть, у этого партнера оформление, оно бесплатное, ты просто подписываешь с ним договор и через него уже твой финансовый расчет происходит. То есть, ты ему платишь налоги, ну, не налоги, а комиссию за вывод, комиссию за оборот, да, то есть, например, ты не только платишь ему 30 рублей, когда ты выводишь деньги, а ты же еще платишь ему за то, что он участвует в том, что Яндекс оплачивает ему, потом он тебе, он как посредник, да? Да, там сразу напрямую идет, ты даже договор с ним не подписываешь, потому что... Ну, условно, зарегистрировался. Да, документы предоставил нужные, он тебе все, за тебя все сам сделал и, пожалуйста, на следующий день уже ты ездишь, катаешься. Ну, классно. Ну, я думаю, мы, если что, ссылочку на этого партнера оставим, посмотрим, возможно ли это будет. Может, он нам еще какие-то плюшки даст за то, что он вас, ребята, может подписать к себе через нас. Может, какие-то условия или промокоды, это было бы хорошо. Да, друзья, обязательно пишите все свои вопросы внизу в комментарии. Шамиль будет периодически заходить и вам лично отвечать. А мы пока едем по центру, вон она у нас, Красная площадь, сияет, вон она тоже башенька, вон там ВВ сидит. Где он там сидит? Опа, где-то там вот, в этих всех склепах своих склепных. Да, слушай, вот это мы нарвались на какого-то... Да, слушай, мы и нарвались, это вообще-то он нарвался, блин, это не мы у него тут, блин, в объектив. У нас новый заказ есть? Нет, до сих пор нет заказа. Да, друзья, продолжаем. Одну батареечку мы уже ушатали. Видели на нас, блин, мы попали в одну струю с каким-то хамоватым участником, скажем так, охраны какого-то депутата. Номер у него был АМР-140, по-моему, 7 или 143. Ну, в любом случае, чиновник. Вот, чиновник наш, всеми, я уверен, любимый слуга народа, который ночами только спит и видит, как бы помочь России в своем майбахе-пульмане с охраной на геликах. Ну, вот такие у нас, ребята, правительственные моменты. Ну что, мы сейчас катаемся в центре, катаемся мы, потому что мы ждем заказ, пока еще заказ не прилетел. Как, кстати, часто, Шамиль, бывают перерывы между заказами, ну, в среднем, вот так вот, приблизительно, если взять? Самое максимальное, это у меня был около часа. То есть час между заказами, перерыв, да? Да, ну, это все зависит отлично от тебя. Если больше, чем 20-30 минут тебе заказ не прилетает, значит, надо менять точку твоего пребывания. Надо, значит... Менять жизнь. Менять надо с одного места там отъехать, до другое место доехать. Тогда по пути может кто-нибудь на тебе прилетит, либо уже в другом месте. Ну, для этого надо, значит... Опа, заказик пришел, да? Приняли мы заказ. Вот как раз Якиманка. Что там нам показывает? Нам ехать до заказа... Какого? Ленинский проспект, как раз. Пять минут, да? Пять с половиной минут нам дается на то, чтобы добраться по расстоянию у нас. Сейчас мы посмотрим. Полтора километра до заказа от нашей сейчас точки. В любом случае, мне этот опыт крайне интересен. Я думаю, ребята, если вы приезжаете в Москву на машине, сначала можно воспользоваться этим вариантом. Конечно же, что важно, я не знаю, в какой момент вы будете смотреть этот ролик, в какой год и спустя какое время после его выхода. Поэтому условия меняются. Но плюс-минус вы всегда можете написать в комментариях. Я буду стараться ролик двигать на людей, которые точно так же варятся в этом деле, чтобы могли как-то помочь, посоветовать и сообщить необходимую информацию. И опять же, пишите в комментариях. Шамиль будет лично посматривать и отвечать на те, которые он компетентен вам сказать. Ага, так, значит, смотри еще такой вопрос. Например, есть ли вариант, что ты приехал в Москву, как ты думаешь, приехал в Москву своим ходом и купить машину для того, чтобы работать в таких сферах? То есть, ну, например, ты, кстати, свою машину собираешься продавать, правильно? Посматриваешь. Да, машине моей уже больше, чем 12 лет, поэтому пора бы поменять ее. Но для этого нужна, во-первых, цель, план и знать, сколько нужно зарабатывать для этого, чтобы... Обеспечить новую машину. Да. Вот, и в связи с этим вопрос, как ты думаешь, реально ли взять нормальную машинку, ну, 300-400 тысяч, что-то в районе, там, Соляриса или, там, какой-то, Лады, какие там сейчас есть новенькие, чтобы работать доставки, курьеры, вот так, можно ли таким образом купить себе машину? Как ты считаешь, как ты это видишь, и как бы ты для себя выбрал? Да, конечно, это можно сделать. Я даже порекомендовал бы за меньшую стоимость взять машину, потому что... Попроще, да? Да, попроще, потому что нет необходимости вам возить клиентов, вы сами здесь в машине, это, в принципе, второй дом, смотрите все на себя, если вам комфортно ездить на двенашке, то берите его там, да, если вы хотите ездить более в дорогой машине, чтобы вам нравилось, то берите его, но понимайте, что вы можете попасть как в Московскую область, так и в центре Москвы быть, дороги везде разные, и машину можно ушатать легко для этого. И в день вы будете проезжать от 100 до 200 километров, поэтому каждый должен подумать сам, какую машину и для каких целей он себе берет. То есть, учитывая, например, что в месяц, ну, около полутора тысяч ты будешь накатывать, ну, в среднем, да, плюс, вот, может, даже полторы, две, две с половиной. Ну, у меня выходит, я вот замерил, в неделю у меня выходит 1100-1200. А по деньгам это все окупается, вот, ну, может, или, если хочешь, назови сумму среднюю, или назови примерно факт, да, окупается или не окупается. По деньгам в среднем... Ну, мы не берем вот эти вот 5000, что ты вначале стрельнул, это бывает не всегда, а в среднем, примерно. Я для себя поставил цель 3000 в день, и у меня средний так и выходит. Да, где-то у меня стреляет 5000, а где-то у меня и 2000, но в день в среднем по 3000 я зарабатываю. Вот, неплохо, то есть день 3000, в среднем двадцатка в неделю, да, приблизительно? Да, да. Вот так вот. 20000 в неделю, это, грубо говоря, 80000 в месяц, там, 70, 80, 90, ну, и учитывая то, что у тебя машина проезжает 4000 километров плюс. Все верно? Все верно. Вот, то есть арифметика крайне проста. А если вы возьмете, например, для начала машинку простенькую, то вы, в принципе, сможете ее отбить. Итак, мы приехали уже к точке нашего второго заказа. Так, улица Донская. Сейчас позвоним человеку, который нас ждет. Да, друзья, забрали сейчас поздравление очень... Ну, как поздравление, пакетик, который нужно отвезти, это будет поздравление для кого-то, там, какие-то мармеладки. Шоколадки. Сколько нам заказ светит, а, Шамер? Так, ух, жирно. 625 рублей, 18 километров, ориентировочно 35 минут. С учетом пробок, пускай будет, там, 45 минут. Ну, грубо говоря, час мы потратили от того, как мы этот заказ получили, как потратим до того, как мы этот заказ отдадим. 635 минус, там, примерно, 25, да? То есть, получается, там, 500 рублей мы, там, вернее, 500, 450 где-то получим. Вот, 450, это тоже неплохо. У нас уже будет 700, там, с чем-то. А мы потратили-то всего лишь, всего лишь практически ничего. Так, значит, мы решили, вернее, определились с тем, что, в принципе, если вы водитель, вы с правами, и вы хотите купить машину, но чтобы она у вас была не просто местом, которое возит вашу жопу с работы на работу. Вы можете ее, в принципе, окупить, работая на Яндекс.Доставке, правильно выбрав условия и немножечко развившись, уже разобравшись вот этой всей местности, в этой кухне. Где ловить заказы лучше, как хитрить правильно, чтобы не ждать, не собирать. И плюс, вы еще можете работать на несколько сервисов. То есть, у вас есть, у нас есть сервис еще Достовиста, есть сервисы, вот, Яндекс.Доставка, которая дает заказы. И, то есть, как, например, таксисты. Многие очень подключены сразу к Яндексу, к Гету, там, к, что-то там у нас еще есть, к частным каким-то там, Индрайву или что-то такое. Кстати, еще хорошая тема, это ЮДУ. На ЮДУ частенько выдают объявления частные о том, что, например, салону, какому-нибудь магазину нужно, чтобы развести посылки, да, по району. Или же нужен курьер на весь день, на какие-то определенные места и расстояния. И за это тоже бывают, ну, можно неплохие, то есть, деньги получить. Что, кстати, Шамиль, думаешь по этому поводу? Да, тема интересная. Надо поизучать этот вопрос немножко и посмотреть. И было бы неплохо. Целый день катаешься, развозишься, и зато ты точно знаешь, что получишь деньги. А чем в Яндексе сидеть и ждать их. Придет тебе заказ или нет. Но для этого надо шевелиться, просто надо изучать рынки и смотреть, где лучше, и, соответственно, там и брать заказы самому. Я думаю, вообще, хорошо комбинировать. Поставили вы второй телефончик, купили какой-нибудь, да? Да, конечно. Какой-нибудь простенький смартфончик, и все, и бомбите. Здесь у вас там Яндекс, Яндекс.Навигатор, Яндекс.Заставка. А на другом у вас уже какой-то там то же самое ЮДУ. Потому что очень часто, и на Авито, очень часто требуются доставки, требуются курьеры именно с авто. И авто это не только просто условие, это еще и более дорогая стоимость самого заказа. Так, ну а мы продолжаем наш путь. Чуть-чуть надо прикрыть окошко. Так, пробочки, конечно, такие плотненькие. Ну что, хорошо, хорошая погода, уже сухо. На дворе у нас какое сегодня, 23 марта или 22? 23 вторник. Ну что, может еще какой-нибудь персонажа заснимем, а? Как типа, блин, правительственника. Это как повезет. И, кстати, слушай, Шамиль, сколько ты еще собираешься в этой доставке работать? Пока что-то не найдешь или у тебя какой-то дедлайн стоит? Все будет зависеть от случая. Если я найду для себя основную работу, которая будет подходить мне под все мои условия, то мне доставка уже не нужна будет. Если условия не все будут подходящие, там, например, заработок будет меньше, чем я хочу, то, конечно, доставка это удобный инструмент, заработка как дополнительный. Ну, кстати, да, многие же еще и подрабатывают не только в, именно, непосредственно в доставке, а в свободное время еще гоняют. Да, в свободное время. Можно вечером после работы погонять, можно в выходные поездить. Приездить. Все лично только будет зависеть от вас, как вы и от вашего желания. Если у человека кредиты, то, понятное дело, лучше там выйти. Надо, надо жестко. Если кредиты, надо жестко прям работать, чтобы их скорее перекрыть. Как, кстати, в Москве с движением? Что скажешь? Вот ты приехал вообще в первый раз, грубо говоря, да? На самом деле, много я слышал, что движение очень плотное, пробок очень много. И очень дураков много. Да. Я вот поездил, посмотрел, ну, пробки, что для меня, что в Москве, что в Казани одни и те же. Да? Да. Да, все только зависит от того, где ты работаешь и где ты живешь. Это надо выбирать и надо думать, прежде чем ты начнешь там работать, жить. Это, конечно, нужно подбирать. Об этом нужно заботиться. Ну, ты вот в центре сейчас снял. Тебе как удобно, комфортно? Не жалеешь ты или подумываешь, что может лучше где-то на окраине? Как думаешь, что вот вообще в центре на машине приезжему? Как будет? В центре это проблем с парковками. Да, нигде не встанешь. Потому что, если даже ты заказ получишь в центре, машину где-то оставить, это вообще тяжело. Это нужно посмотреть, подумать. Везде либо ты будешь останавливаться на платах парковок и платите, либо ты будешь под знаки вставать, или во дворы заезжайте. Но везде шлагбауны. Поэтому приходится думать, приходится смотреть. И как таксистам приходится работать. Кстати, у таксистов есть какое-то преимущество? Там парковки есть какие-то для них? У них есть отдельные выделенные парковки, но не так много на самом деле. Потому что они тоже очень сильно нарушают. Нет, да нет, это простая. Все равно же. Ну, такая неплохая, конечно, но так. Ну, как, может быть, здесь кто-то важный едет. Вроде за ним гелика никакого не едет, поэтому охрана нам ничего не скажет. Кстати же тоже таксуете на этих машинах. А, на этих, да, кстати, вот. Я потом, у меня товарищ есть, который проработал определенное количество в бизнес-классе на BMW. Вот, поэтому я с ним обязательно чуть позже, а может даже и следующий ролик сделаю. Потому что этот паренек, он уже купил себе машину, по-моему, Polo. Вот, уже таксует на себя. Он работал в бизнес-классе, в комфорте на Toyota Camry, на новенькой. И вот перешел, по-моему, сейчас в эконом, если я не ошибаюсь. А вот почему на эконом перешел? Там, потому что лучше зарабатывать? На эконом, ну, там заказов побольше. Какие-то они более стабильные. Чем комфорт, комфорт плюс, да? Ну, комфорт, комфорт плюс все равно там, ну, не знаю. Там еще, наверное, от условий зависит. То есть он просто говорит еще, что пассажиры хорошие в комфорте, в бизнесе и чаевые, все. А пассажиры в экономе зачастую, они, как бы, такие довольно стрёмные. Что часто попадаются какие-то агрессивные, какие-то неадекватные, то чересчур пьяные, то еще какие-то, в общем... Это в комфорте? Нет, это в экономе. В экономе, да, вот. В бизнесе, в комфорт, в плюсе, может, там еще и, скажем так, получше. Вот хочется туда, вот в этот рынок попасть. В такси? Да. Ну, блин, ну, я не знаю всех этих заработок там, да? А, ты имеешь в виду суммы? Да. Вот если бы знать бы, что десятку там можно зарабатывать, я... День? Да. Ну, там сложно. Ну, видишь, они же все равно, по 12 часов же они работают. Да, ну, там нет, по-моему, они тоже у них графика. Ну, в районе 5-6 точно реально в такси. Я еще вот узнаю, сделаю большой выпуск, как раз с моим другом Магой. Вот, тоже пареньку 23 года. Молодец. Работали с ним как-то в магазине вместе. Вот. Он из Дагестана. Так что вы, ребята, еще и пишите вопросы, будучи для таксиста. Таксиста разных категорий. Бизнес, эконом, комфорт плюс, комфорт. И будем дальше уже с вами разбираться. Блин, тут, конечно, только глянешь в сторону, уже все. Уже какой-то молодец на четырке или что там уже тебя подрезает. Блин, ну вот это, конечно, красота. Сити – это центр притяжения денег, сердец. Ну, давайте откроем окно. Сейчас обязательно кого-нибудь мы затронем, наверное. Блин, конечно, я смотрю вот на объектив и смотрю на... Разный, да? На реальность этих зданий. Конечно, фантастика. Оба, вон дядька в телефоне сидит.